друзья всем привет мы поехали на экскурсию называется ретро экспресс у нас в екатеринбурге посмотрите что на него еле вышли всю ночь снег видимо шел ну хорошо хоть не тает это радует смотрите как нужно выходить современных домах в россии все по руке из подъезда по руке со двора по руке ждем юлю вот спрашивали где шапка моя вот она у меня в екатеринбурге было я не брала с собой в америку негде носить ой друзья мы пришли в магазин господи сегодня такой холод ветер вообще просто пронизывающий я сняла вам вот этот сюжет снятия у меня рука чуть не отвалилась пришли магазин ждать юлю а это чё такое мясные шарики ничуть я картофель как продается постерилизованный с травками его видимо есть можно открываешь и ешь что-то холодца 100 лет не ела надо хоть будет купить но я брезгую покупать потому что где его там варили я даже не представляю из чего могу такое есть почему-то если не сам сделал у салла ну и иди иди собачка сидит симпатично так карета подано сейчас нам нужно утрамбоваться сейчас утрамбуемся так света садись или настя вперёд сядь я петровна вперёд садитесь ты с подушкой что ли я думала мама с подушкой поехала я думала мама с подушкой поехала настя да ещё подойдёт не по дороге надо да ну что ты чуть не врезалась ааааа господи не в него фух я вообще чуть не врезалась ой я вообще не представляю как Юля ты водишь профессионал профессионал а вот в этом а вот в этом помните я говорила не уступил то мне сказал что я везли вот и всё и это вот тут вот ну мы поняли тут пешком то не прийти но а две машины то тут вот я по дороге заставил конечно вот этот вот правом ну а видишь всё заставлено машинами потому что ну как вот как везде ужас ну когда я поснимаю как мы едем тут тут раз сталкивались уже машины тут и даже в сторону да что то в этом году мне кажется ещё и чаще это очень плохо всё друзья приехали мы на наш авто ой железнодорожный вокзал Екатеринбурга вот тут на стояночку остановились видите у нас что нуля сейчас ехала это вообще профи профи просто профи так и нам нужно найти перрон это у нас проект говорят федеральный вот такие поезда ретро поезда маршруты делать так что кто не знает в Екатеринбурге живёт вот съездим вам скажем интересно или нет особо никого не приглашали на это мероприятие потому что знаете вот как мы поехали в Полевское а там промёрзли все и было всё не так как было заявлено в рекламе и когда кого-то позовёшь и знаете не понравится ну как бы людей сдёрнул целый день потерял и недовольные будут поэтому сами сначала проверяем а потом уже можно будет рекламировать так скажем вот это у нас железнодорожное здание самое главное так друзья все кассы закрыты потому что сейчас все покупают онлайн но мы онлайн не смогли купить мы в службу поддержки звонили и коды заводили три часа потеряли и в итоге Юля ножками пришла и купила билет и вот сейчас Настя она работник этой всей структуры она говорит что она тоже не смогла зарегистрироваться в онлайн кабинете и купила на сайте который берёт хорошую очень хороший процент с продажи билетов и мы думаем что это специально сделано ну потому что это невозможно было купить это просто ужас был мы три часа потеряли три ничего там сложного не было просто он не давал код завести потом не давал фамилии завести и в итоге написал что вы не можете купить билет фамилия у вас какой-то ошибка стоит а фамилию эту не показал вот главный вход у нас вот и сделали пандус потому что его не было говорят раньше Юля у нас ретро оделась специально ретро давайте вам покажу ее вот так побелина все хорошо вообще люблю вокзалы почему-то они всегда очень красивые все что из-за сумки не снимаешь что из-за сумки ой ты посмотри что красота какая я не была сто лет я как уехала я тут ни разу не была посмотрите какой у нас вокзал так красивый обалденно ну-ка я сейчас там гляну я говорю Юля что не снимаешь она нам там термос с чаем взяла мама мама все уже нашла мама все нашла а мне еще пишут ой мама как ориентируется я говорю мама ориентируется лучше всех нас что в москве что в екатеринбурге посмотрите как красиво смотри все натуральный камень ну посмотрите как красиво то да вообще как красиво я уж не помню я тут не была не знаю а я тоже вчера первый раз тут была ух ты подождите дайте-ка а еще рано наверное там замерзли ой ну вы посмотрите какой в екатеринбурге вокзал чистый красивый как в метро в москве я говорю я обожаю эти все железнодорожные вокзалы они везде очень красивые в москве и во всех городах России посмотрите в музей ну и капсульный отель тут есть ой ну посмотрите разве это не красота обалденно ой 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 люстры лучше чем мечети шейха Зайда Зайда ничуть не хуже ой 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 обалденно обалдена и вот так уютно вот скажите как красива внутри та света вообще обалденно так это чё поезда мы не выходим потому что знаете холодно Очень холодно. Блин, чуть двери не сломала, господи. Ой, ну вы посмотрите, картина прям, которую я обожаю. Такую, вот такого плана картины, просто балдею. Могу бесконечно стоять, смотреть, разглядывать. Очень красиво. Прямо как в Третьяковке. Это вам не новодел, а то мне там пишут. Вова, чё восхищаешься новоделами? Ну так а чё новоделами-то не восхищаться? Тоже ведь это люди стараются, делают так красиво всё. Я вообще всем восхищаюсь. И староделом, делом и новоделом. Витражи, посмотрите, а. Класс. Просто класс. Это, по-моему, хлеба, булочный у нас завод. Макомольный или что-то такое. Это площадь перед вокзалом. Так, ищем ретро-поезд. Так, что у меня глаз вообще. Прямо слёзы бегут и бегут. Правый глаз. Зачем скорая приехала? Мне-то плохо. Так, мы все очень-очень утеплились. Очень. Потому что будем выходить на каких-то станциях. Ещё вокзалы смотреть. Юля с едой. Ещё раз вам покажу. Позаботилась она. Посмотри, как красиво. Сто лет не была на вокзале. Никуда не ездила. Это свой вайп. Вот, друзья, наш поезд вот такой. Вот такой. Уральский экспресс. Смотрите, видите всё? Под старину написано. Ой, поезд срочников ребят везёт. Я говорю, такая погода холодная. В неизвестность ехать. Ух ты, посмотри, когда он новогодний-то в лампочках. Как красиво. Слушайте, побелин так вокзал. Хорошо, да? Частенький такой стал. Он, наверное, наш. Друзья, это мы тут преодолеваем препятствия. Потому что вот этот поезд, он мешает тому. И мы сейчас шли по путям. Это очень опасно. Надо было опять возвращаться на вокзал. и там по каким-то другим туннелям идти. Ой, Господи. Видите, вроде всё понятно и ясно. Приходишь и, когда заранее есть время хоть побудить. Даже. Это вот в тот? А, нам тут и не перейти. Вот нам, получается, туда в туннель, под ним. А, вот. Мам, что-то тут рискованно. Тут рискованно. Рискованно тут. Потому что... Время, время, время. Время, время. В общем, мы не рискуем. Так вообще, у меня уже отваливается. Но я снимаю мужественно. Но так, мы пойдём по переходу. А то, знаете, эти поезда мчатся, как сумасшедшие. Не среагируешь даже. От страха ноги отнимутся. И всё, упадёшь на рельсы. Ой, нет. Вот выход всё. Вы посмотрите, как это мило. Ой, какая прелесть. У нас четвёртый вагон. Так, у нас... А, третий, а нам четвёртый. У нас четвёртый, да? У нас четвёртый вагон. Ага. А куда? Ой-ой-ой, не уезжай. Бежим. Ну и чё, вот впритыки пришли, можно сказать. Блудили, да блудили. Вон, видите, там поезда-то ходят. На рельсах застрянешь в таком снегу. Так, я чё-то не поняла. Это купе прямо. Ничего себе. Какая прелесть. Как тепло. Смотри, как красиво. Так, у меня шестнадцатое место. А, так нас в разные эти, что ли? Или нет? У тебя какое место? Семнадцатое, семнадцатое. А, нет, в один вагон всё. Вот, семнадцатое. Классно. Вообще. Так, у тебя какое место? Занимай место, согласно купленным билетам, мам. Всё? Да. Всё? А, нету? Всё. Всё? Всё. Всё? 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 Продолжение следует...